Одна из первых, кто оценил качество ремонта, была съемочная группа Новоральской обещательной компании. Сегодня в два часа дня открыли дорожное движение по улице Победы. Водители этого события ждали долго. Здесь всегда было интенсивное автомобильное движение. Для водителей перекрытие дороги, даже временное, приносило неудобства. Владельцы личных автомобилей простраивали свои маршруты в объезд. Менялся и путь следования городского общественного транспорта. Новоуралец Павел говорит, сначала даже не поверил, что ограничения наконец-то сняли. Отлично, вот, наконец-то. Долго ждали, неудобства может быть? Ну да, неудобства были. Будем надеяться, все дороги в городе у нас такие сделают. Перед тем, как возобновить движение, работники управления городского хозяйства проверили качество работ подрядной организации РУКОР. Приборы показали, что все соответствует нормам. Это плотномер, он показывает коэффициент уплотнения асфальтового покрытия, чтобы асфальт не был переуплотнен и не был недостаточно уплотнен. Отремонтирована не только проезжая часть, но и тротуары. Пешеходы тоже оценили такое преображение одной из оживленных улиц Новоуральска. Раньше остановка была плиты, все, которые рассыпались, арматура торчала, люди падали. Металлические даже. Сейчас прекрасно все сделали. Остановочка, все, бордюрчики, здесь озеленение все сделали, все замечательно. Вот мы специально идем, смотрим. Да, мы сейчас идем и смотрим, любуемся, как все-таки сделали здесь правильно. На ремонт ушло полтора месяца. По документам срок окончания работ – 30 сентября. Однако были пожелания открыть дорогу раньше. Говорили, что дорогу к первому не успевает, откроют к пятнадцатому, когда памятник жертвам политрепрессии запускался. Да, было такое, значит, такие предположения были, пожелания такие были. Но работа есть работа, и, значит, существуют и другие объекты, которые требуют также ремонтов. Ну и хотелось бы отметить, потому что в этом году сезон ремонтных работ, он у нас… Мы закончили основной, первый этап, конечно же, еще в июне месяце. Но ввиду того, что погодные условия были не такие, как в прошлом году, как мы помним, то все равно какие-то подвижки были. Поэтому к десятому, пятнадцатому числу не получилось. Но ничего страшного, я думаю, что все мы люди все понимаем. И вот сейчас, спустя 15 дней, эта работа выполнена в полном объеме, без горячки, спешки, как говорится, тяп-ляпства. Ремонт дороги – дело, безусловно, хорошее и нужное. Безопасность, которую во многом обеспечивает качество дорожного полотна, важна для всех участников движения. 7200 квадратных метров – протяженность от ремонтированного участка. На эти цели было выделено 17 миллионов 200 тысяч рублей. Особенными отличиями этого участка у нас является первое, что мы применили на данном участке установку гранитных бортов, которые ранее не применяли. Да, это более дорогостоящие технологии, более дорогостоящие материалы, но, тем не менее, они более вечные, более долго применяемые, скажем так. И мы понимаем, что это все-таки улица Победы, такой знаковый объект, который должен быть красивым. Это первое основное отличие этого участка. Второе – долгожданная стоянка, которой у нас не было, если вы помните, ветеранов, когда привозили, либо свадьбы у нас проходили, то есть какой-то небольшой такой коллапс у нас здесь постоянно происходил. То есть, наконец-таки, эту стоянку получилось выполнить, мы ее закончили. Водители просят обратить внимание, что сейчас на этом участке двойная сплошная линия разметки. Если предписано у нас проектами и организациями дорожного движения двойная разметка, то она, естественно, будет нанесена, как вы видите. Ремонтные работы закончены, движение открыто. Отметим, что автобусные маршруты будут возобновлены с 1 октября. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.